56,5% – это население, которое имеет вес выше нормы. У нас остается буквально пару недель до начала лета. Успеваем ли мы еще привести себя в форму? Заниматься собой никогда не поздно. Можно ли сладости заменить на сухофрукты? Даже просто ограничение сладости и мучного уже позволяет достигнуть результата. Наверняка мы не можем вот так вот взять, просто и броситься в спорт. Я всегда рекомендую начать с прогулок. Я бы порекомендовал цельнозированный хлеб, я бы порекомендовал какой-либо источник белка. Здравствуйте, это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Дарья Петрова. Тема нашей беседы сегодня – «Худеем к лету». До лета осталось меньше месяца, а в России по статистике ВОЗ избыточный вес имеют около 60% населения. Как подготовить свое тело к пляжному сезону без стрессов и изнурительных диет? Какие упражнения вообще неэффективны при похудении? И что есть, чтобы не толстеть? Вот обо всем этом мы будем беседовать сегодня с экспертами в нашей программе. Разобраться в этой теме нам поможет персональный тренер Екатерина Рычкова. Здравствуйте. Добрый вечер. И нутрициолог, преподаватель, член Международной ассоциации спортивных наук Станислав Шереметьев. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас есть лишний вес? Тема нашего анонимного опроса сегодня. Наводите камеру смартфона на QR-код в углу экрана и голосуйте. Кроме того, задавайте свои вопросы в прямом эфире по номерам телефонов 511-99-66 для Казани и 8800-532-55. Это бесплатный номер для регионов. Ну и так, по статистике 60% у нас россиян имеет лишний вес, а в Татарстане эта цифра, согласно статистике, также составляет 56,5%. Это население, которое имеет вес выше нормы. Но вот здесь я хочу задать вам такой вопрос, а насколько вообще адекватно люди себя оценивают? Вот мы для этого специально взяли такую таблицу индекс массы тела, чтобы рассчитать, где вот внизу, пожалуйста, рост, а наверху количество килограммов. И таким образом каждый человек может рассчитать у себя и наши телезрители в том числе, есть ли у них ожирение, избыточный вес, оптимальный, может быть, у них вес или вес ниже нормы. Вот сейчас хотела бы предложить, чтобы вы пояснили, может быть, ее, как правильно с ней работать. Да, давайте. Вообще индекс массы тела – это условный показатель, который говорит, насколько верно и в нормы соотносятся рост и вес человека. Для удобства как раз представлена таблица. Вы можете найти свой рост, найти свой вес и по пересечению графика увидеть, в какой зоне вы находитесь. Если вы находитесь в красной зоне, это означает уже ожирение, это уже существенное превышение нормального веса. Розовая зона – это избыточный вес, это еще не диагноз, но это уже повод позаботиться о своем весе и приведение его в норму. Соответственно, вы видите оптимальный диапазон, окрашенную в такой голубой, бирюзовый, и вес ниже нормы тоже может встречаться. Это вес, когда есть подозрения на недостаточность веса. Катерина, мы еще успеваем, вот сейчас у нас остается буквально пару недель до начала лета. Успеваем ли мы еще привести себя в форму, если условно взять 5-10 лишних килограммов, которые есть? Я вообще не люблю такую формулировку, как похудеть к лету. Но, конечно же, заниматься собой никогда не поздно. И, конечно же, если у нас стоит такая задача условно, мы же не хотим похудеть именно к 1 июня. У нас, допустим, запланирован отпуск, условно, 14 августа. Конечно, сейчас самое время начать заниматься. А это можно сделать как дома, в спортзале, да, либо сейчас прекрасно погода устанавливается. Мы можем сейчас поставить перед собой такую цель и сбросить эти килограммы. А как вот правильно начать схудеть? Потому что огромное сейчас изобилие самой настоящей диет разного рода. И вот как из них выбрать вот ту самую? Можно ли условно, например, снизить вес, употребляя тот же самый базовый стандартный набор продуктов? То есть не исключая соленые, не исключая сладкие, чуть-чуть позволяя себе их, да? Может быть, периодически жареные даже поедая? Безусловно. На самом деле самый правильный подход к любой коррекции веса, как больше, так и в меньшую сторону, ну, в данном случае в меньшую сторону, это сбалансированное питание. Это сочетание продуктов, которые являются и источниками углеводов, и белков, и жиров. Это три самых таких базовых макронутриента. И здесь на самом деле принцип очень простой. Для начала нам нужно понять, что основное количество энергии у нас приходит из углеводов. Поэтому то, что мы должны несколько ограничивать, это как раз-таки источники углеводов. И самое, наверное, простое, что можно сделать, это ограничить все то, что сладкое. Это те углеводы, которые называются простыми. Это сахара, это хлебобулочные зелены на основе муки высшего сорта. И даже вот из моей практики и практики моих коллег, даже просто ограничение сладости и мучного уже позволяет достигнуть результата. Если же мы пойдем в сторону сбалансированного питания, то есть такое замечательное правило тарелки. Я думаю, для большинства наших телезрителей это будет оптимально для понимания очень простое правило. На тарелке половина тарелки должно занимать овощи свежие, преимущественно, либо не сильно термически обработанные четверо должно занимать источники белков. То есть это рыба, мясо, это яйца, какие-то кисломолочные продукты. И еще четверть должна занимать крахмалистые так называемые углеводы. Это крупы, это макаронные изделия. Ну, желательно, конечно, выбирать цельные крупы, то есть те, которые долго варятся. Вот. Это простое правило позволяет нам каждый прием пищи сбалансировать таким образом, чтобы не допускать избытка углеводов. И, как правило, как раз-таки из-за избытка углеводов у нас очень часто наблюдаются проблемы с весом. Вот говоря об упражнениях, да, как правильно начать похудение? Ведь наверняка мы не можем вот так вот взять, просто и броситься в спорт. Если человек лежал, всю зиму смотрел телевизор только лишь, да, на диване и ничего не делал, он же не может просто взять, пойти и побежать. С чего начать? Как плавно войти в эту спортивную жизнь? Конечно, главное правило любых тренировок – это постепенное вхождение. Допустим, если у человека есть достаточно сильный избыточный вес, я всегда рекомендую начать с прогулок, да, то есть условно у человека 1000-1500 шагов в день. Естественно, нужно постепенно повышать. Это там не 10 тысяч шагов, о которых сейчас все почему-то говорят, это вообще цифра. А сколько? Если у вас ежедневная норма – это 2000 шагов, сделайте 3000, на следующей неделе 4000, да, то есть постепенно повышаете, потом это, допустим, 6-7 километров, потом 8 километров. И ходить нужно не в развалочку, да, в таком, а в хорошем, устойчивом таком темпе, чтобы пульс был примерно 110-120, вот в такой пульсовой зоне держаться. Бег. Бег, если у вас есть лишний вес, он будет пагубно влиять на суставы, да, то есть это коленные суставы, тазобедренные суставы, то есть быстрая ходьба в пульсовой зоне, она очень хорошо будет влиять на похудение. Это первое. И второе, насчет, допустим, уже упражнений, если мы говорим, конечно же, это должны быть постепенные упражнения, то есть не стоит сразу бежать в спортзал, делать миллион разных упражнений. И вот что я сейчас говорю всем своим абсолютно подопечным, не нужно гнаться за болью в мышцах, да, то есть сейчас очень многие считают, что если я хорошо потренировался, значит, у меня болят мышцы. А боль в мышцах – это сигнал о том, что мы перетренировались, и долгое нахождение вот в этой зоне, когда мы долго-долго тренируемся, у нас долго болят мышцы, будет говорить о том, что организм очень скоро перетренируется, и эффекта от таких тренировок не будет. Так что все постепенно, плавно повышаем нагрузку. Ну вот сейчас также на пике популярности у нас такие диеты, да, потому что все это, естественно, неразрывно, поэтому с вами сегодня втроем мы разговариваем об этом. Такие интересные диеты, как интервальное голодание, как, например, голодание на соках, когда люди в течение трех дней пьют только исключительно соки. Но это же наверняка все вредно. Вот насколько эффективно это, и насколько безопасно для здоровья? Так называемое интервальное голодание на самом деле пошло из нескольких исследований, которые сейчас достаточно большое количество стало, которые показывают, что нашему организму свойственно находиться в разных режимах. Это режим бодрости и режим сна, это режим сытости и режим голода. Так вот, в нашем современном мире, к сожалению, мы начали все больше и больше находиться в пермоментном состоянии сытости. То есть мы окружены едой, и мы потребляем ее нон-стопом, как только мы проснулись, и вплоть до позднего вечера или даже ночи. И вот интервальное голодание – это режим приема пищи, который является некой попыткой вернуть организм человека в такой природный, естественный фон. То есть мы отводим какое-то ограниченное количество часов, где мы принимаем пищу, так называемое пищевое окно, и делаем пищевую паузу. Есть много интервальных систем, там 8-16, там еще меньше пищевое окно делают, больше пищевую паузу. Но я бы порекомендовал устроить свой режим приема пищи в районе 12-12. То есть 12 часов у нас пищевое окно, 12 часов пищевая пауза. Это неплохо, так скажем, возвращает некое правило не есть после 6. В этом есть смысл. Почему? Потому что… Но задача не только не есть после 6, но и набрать необходимую калорийность, и набрать необходимое количество энергии за это пищевое окно. И дальше после 6, например, до следующего утра, мы ограничиваем питание, что позволяет нам не переедать. Ну вот, допустим, если человек ложится спать в полночь, ему же наверняка не подойдет, это он с 6 часов успеет проголодаться. Совершенно верно. После последнего тренича. Эта система хорошо работает только в том случае, если человек, так скажем, соблюдает так называемые циркадные ритмы. То есть он ложится пораньше, встает пораньше и является жаворонком. Ну, либо сдвигать эти часы. Либо сдвигать, да. Под свой собственный режим дня. Вот все равно не можем мы говорить и о тех людях, которые, допустим, не могут пойти в спортзал и хотят дома именно вытачивать свою фигуру, без железа, а вот именно с помощью подручных каких-то средств. Вот такие подготовили мы картинки. Прокомментируйте, пожалуйста, насколько эффективно, насколько неэффективно. Очень, ну, некоторое время назад, да, планка была, например, популярна, все стояли в планке. Насколько это помогает жиросжиганию и помогает ли? Смотрите, вообще, если мы говорим о спортзале, да, у спортзала есть определенная цель. Это набрать мышечную массу. То есть если мы хотим просто похудеть, это мы, естественно, говорим о питании, и нам нужна физическая активность вообще любая. То есть мы делаем любые энергозатратные тренировки. То есть неважно, что мы делаем. Мы работаем в спортзале, либо мы работаем дома. Говоря, допустим, о любых, ну, планка – это у нас статичные упражнения. Говоря о любых статичных упражнениях, мы всегда думаем о технике. Да, то есть если мы делаем упражнения с правильной техникой, любое упражнение будет эффективно. Вот. Статические упражнения, динамические упражнения, статодинамические упражнения, когда мы постояли в статике, сделали динамику. То есть это всё будет эффективно, если мы делаем это в правильной технике. То есть любое правило похудения именно в плане тренировок – это двигаться. И двигаться не так, что мы подвигались чуть-чуть, и потом мы не двигаемся вообще, сидим на диване дома. То есть движение должно органично вписаться в нашу жизнь. То есть у нас вся жизнь должна вообще перестроиться, и мы должны быть активными вообще людьми, которые ценят, любят своё здоровье. И тренировки – это просто часть нашей жизни. То есть у спортзала, опять-таки, я говорю, это цель – набрать мышечную массу, поэтому мы идём в спортзал. Но если у нас нет такой возможности, мы занимаемся дома. Вот упражнения с резинками, например, очень многие дома занимаются. Да, почему нет? Очень хорошо. Как правильно делать это? Делать с учётом техники. То есть сейчас очень много бесплатных каналов, YouTube-каналов, очень много блогеров выкладывают в Instagram, в те же самые различные упражнения, подборки упражнений. Если мы доверяем этому блогеру, мы смотрим, подписываемся и делаем эти упражнения. Есть у нас телефонный звонок, давайте примем вопрос от зрителя. Здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, порекомендуйте какой-нибудь правильный перекус, какой он должен быть, что в него должно входить? И можно ли сладости заменить на сухофрукты? Спасибо большое. Ну, ты понимаешь, вопрос ко мне? Несомненно. Да, смотрите, перекус я рекомендую всегда делать полноценным. Что это означает? Это означает, что должны быть источники углеводов, источники жиров, источники белков. И на самом деле, когда вы слышите источники макронутриентов, БЖУ и так далее, я очень настоятельно рекомендую изучить, что у вас в холодильнике является углеводами, белками и жирами. Для того, чтобы ориентироваться, для того, чтобы собирать тот же самый правильный перекус более правильно. Я бы порекомендовал цельнозированный хлеб, я бы порекомендовал какой-либо источник белка, это может быть отварная грудка, это может быть какая-то рыбка, это может быть яйцо. И я бы добавил туда еще некоторое количество жиров. Туда можно добавить домашний майонез, приготовленный на основе оливкового масла. Я вижу, что майонез воспринимается как вообще не ПП. Как главный враг фигуры, враждебный. Но на самом деле, во-первых, все дело в количестве этого компонента, и это один из тех соусов, который может очень хорошо обогащать пищу на вкус. Причем, чем комфортнее нам питаться, тем дольше мы можем использовать данное питание в долгосрочной перспективе и, соответственно, получать уже более значимый эффект. Чем больше мы будем делать нововведений, чем больше у нас пища будет пресной, чем чаще мы будем есть через не хочу, что-то, казалось бы, полезное и что нам говорят в различных источниках, тем сложнее нам будет достигать долгосрочной цели. Тем более, вот вы упоминали о цели 10 килограмм, например. К сожалению, эту цель очень быстро не достичь, но ее нужно достигать методично, а для того, чтобы методично достигать, нужно определенное время затратить. Нужно сделать так, чтобы перекусы, еда у вас была вкусна и комфортна для вас, но при этом еще полезна для вашей фигуры. Поэтому перекус, хлеб, источник белка, который я уже назвал, ну и, соответственно, конечно же, некоторое количество овощей свежих, которые можно сделать. Вот про то, что есть такие продукты, которые вообще обладают нулевой калорийностью, с удивлением я для себя узнала сегодня, и как раз-таки, может быть, их в качестве такого здорового перекуса используют, да, например, капуста или что за спаржа, да, какие-то еще, может быть, здесь не представлены продукты? Да, ну вот здесь представлены продукты, соответственно, все, которые так называемые некрахмазистые углеводы, то есть вы можете съесть их в очень большом количестве, при этом не получить какое-то возначимое количество энергии. Вот, и это, как я уже ранее говорил, должно составлять половину вашей тарелки, то есть, например, капуста, как свежая в виде салата, так и тушеная, кабачки в виде какого-то рагу, это может быть редис в составе салата, это может быть спаржа, да, то есть, да, состояние аль денте приготовленное, это может быть помидор, как там термически обработанный, так и термически не обработанный. И, конечно же, вот я бы еще сюда добавил побольше зелени, то есть, рукола, шпинат, петрушку, укроп, все, что сейчас растет, все, что можно приобрести. Вот это должно быть составлять половина тарелки. И, да, ну, я, опять же, я не рекомендую делать этот продукт единственным перекусом, нужно, чтобы было сложно составное. Здесь у нас так называемый некрахмалистый источник глюзов, добавьте еще белка, добавьте немножко жиров, например, в виде орехов или оливкового масла, и это будет отличным перекусом. Вообще, в большинстве все равно женщины больше обеспокоены своей фигурой, а у них зачастую лишний вес скапливается в вполне конкретных вещах, в местах фигуры, бока, низ, живота, так называемые ушки, да, на бедрах. Вот локально можем ли мы избавиться от жира, если можно, то как? Вообще, да, в целом, организм у нас худеет равномерно, да, то есть нет такого, что мы худеем конкретно в каком-то месте. Но сейчас, к счастью, вообще наука у нас идет вперед, и можно скорректировать визуально недостатки фигуры, их сделать визуально менее заметными за счет, допустим, коррекции осанки. То есть что нас беспокоит, да, живот выпирает. При этом мы ходим вот так, что у нас поясница прогибается, да, это называется гиперлордоз, и живот выпирает вперед, допустим, да. И мы с помощью, естественно, здесь я рекомендую все-таки обратиться к тренеру, да, поработать с тренером, мы с помощью персональных тренировок, мы немножко возвращаем осанку на место, и у нас, соответственно, живот тоже менее становится виден. Потому что зачастую даже у худеньких прям девочек это заметно. Либо там, допустим, те же самые, вот, как вы сказали, ушки на бедрах, да, это тоже можно скорректировать работой над осанкой, работой с тазом. То есть именно вот похудеть, чисто вот взять, вот, потрогать вот этот жирочек, сделать его меньше, к сожалению, нельзя, но визуально скорректировать это можно, даже нужно. И сейчас этим занимаются очень много тренеров, то есть можно смело идти, обращаться именно с таким запросом. Давайте подведем результат нашего опроса. Я напомню, что еще перед началом программы в нашей официальной группе ВКонтакте Татарстан24 мы запускали опрос. И в нем спрашивали, у вас, уважаемые телезрители, а у вас есть лишний вес? Да, пару лишних килограммов, 18% у нас ответило так, да, больше 50 килограммов, 26% ответило таким образом. Мне нужно сбросить более 10 килограммов, это наше сегодняшнее большинство, 32%. И счастливчики, я в прекрасной физической форме, меня все устраивает 22%. Ну вот у тех, кому нужно сбросить более 10 килограммов, какой-то совет, может быть, на последок программы, нашему сегодняшнему большинству опрошенных, буквально 2 минуты у нас остается. Для тех, кому нужно скинуть до 10 килограмм, самое основное, это три вещи. Первое, это полномерность введения изменений на свой образ жизни, это обязательно, как правильно Екатерина заметила, это активность. Можно просто добавлять некоторое количество шагов, если у вас там 3000, добавьте еще 1000, еще 1000, еще 1000. Активность очень часто недооценивают, уповая только на питание. Безусловно, питание как бы основа основ, но активность это очень мощный инструмент, которым просто глупо не пользоваться. Из питания, даже следование правил тарелки и контролирование количества крахмалистых углеводов, это каш, это крупы, это мучное, это сладости, именно в магазинные, да, на основе сахара. Даже контролирование только количества углеводов и увеличение количества свежих овощей, количества источника белка будет давать очень значимый эффект. Екатерина, может, ваши советы какие-то? Сделать вообще физическую культуру частью своей жизни и думать именно не о внешнем виде, да, о том, что мне там, ой, скоро лето, скоро на пляж, а думать, в первую очередь, о своем здоровье, о том, что через 10-15 лет любые как раз-таки, любые пренебрежения своим здоровьем, они могут выйти не в профилактику, как раз-таки, а в лечение, а это будет намного дороже. Спасибо вам большое за эту интересную, полезную беседу. Это была программа «Актуальные разговоры», сегодня мы обсуждали похудение, похудение к лету. Спасибо вам, что сегодня были с нами. Всего доброго и до встречи. Подписывайтесь на канал Татарстан 24, не пропускайте интересные выпуски, жмите колокольчик.